Удивительно, насколько часто повторяется на индексах один и тот же сюжет. На паническом сливе происходит рост количества сделок, при том, что в самых некомфортных местах. Только сформировалось новое сопротивление, как в него происходит очень серьезный набор покупок. После чего идет уже дальнейшее снижение и здесь уже включается маркетмейкер. Это видно по HFT объемам. Если посмотреть тиковый график, то можно увидеть, что произошел панический сброс позиций. Это даже не срабатывание стоп-ордеров, а большое количество в моменте сделок на продажу. То есть ликвидация покупок плюс кто-то по тренду заходит на продолжение снижения. Когда это происходит в одну линию, это говорит о том, что здесь уже маркетмейкер подставил свои ордера. И дальше этот лимитный уровень тестируют еще не один раз. Если брать в сумме вот первый сигнал о том, что здесь есть лимитный уровень и включился в работу маркетмейкер. Второй, третий, ретес, четвертый, пятый, шестой. И соответственно уже трейдеры после этого переворачиваются и начинают бежать активно в другую сторону. На индексах, которые покупать страшно и любая коррекция воспринимается как разворот, вот такая дивергенция дельт, существенная и видимая дивергенция дельт и образование большого количества HFT объема восстанавливающих. На минимумах. Весьма часто приводит к дальнейшему продолжению восходящего тренда. Ну и естественно не до тех пор, пока не образуется вновь очередной дисбаланс, где опять маркетмейкер уже разгружается. И это очень хорошо видно по точке контроля. Всем хорошего дня. На связи.